Дюна. Положительная форма рельефа. Песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра. Дюны классифицируются по форме. Бывают лунообразные, линейные и известнообразные. Дюны мигрируют и могут перемещаться на 100 метров в год. Высота может достигать 300 метров, а длина 300 километров. Самые высокие дюны находятся в Аргентине, Перу и Китае. Но эти киношные пейзажи совершенно в другой стране. Это не Арабские Эмираты, это не Иордания. Это замечательный Вьетнам. Здесь есть все. Здесь есть море и даже вот такие вот прекрасные дюны. А еще есть самый вкусный суп в мире под названием Фобо. И я с радостью хочу начать этот замечательный выпуск, потому что Вьетнам невероятно прекрасен. А у меня пески в этих тапках и он невероятно горячий. Да, Вьетнам это 331 тысяча квадратных километров. Жгуча страны, на территории которой можно увидеть абсолютно разные краски. На флагштоках грандиозно развивается красный флаг с желтой звездой, олицетворяющий лидерство коммунистической партии. А в крупнейшем городе располагается самое высокое здание Юго-Восточной Азии, как символ прогресса и процветания Вьетнама. Но здесь до сих пор не так гладко, как кажется. Многие жители страны все еще считают свои немногочисленные пластиковые донги. А рыбаки каждый день выходят в море на лодках, чтобы хоть как-то прокормить свою семью. Тысячи мопедистов огромной кучей передвигаются по городу, нарушая всевозможные правила. А по тротуарам бродят тетеньки в национальных шляпках, чтобы хоть что-то продать приезжающим туристам. Вьетнам это наиболее знакомая и приветливая нам страна. И конкретно в этой части мы будем изучать южную часть Вьетнама, которая за свои годы пережила много событий. Чего только стоит один Хошимин, в народе до сих пор известный как Сайгон. Но официальное название все-таки город Хошимин, названный в честь одного важного дядьки. То есть в честь первого президента республики. Без внимания не остается и один небольшой городок, который атмосферой сильно отличается от того, что мы видим в популярных странах в регионе Юва. Ой, нет, но это мы видим часто, если приезжаем на курорты. Но если серьезно, то одни только барханы заставляют на мгновение перенестись в атмосферу фантастического аттракционная под названием Дюна. А еще мы узнаем интересные факты от случайного вьетнамца. Я живу во Вьетнаме и могу вам сказать, что сейчас жить здесь достаточно комфортно. Еще мы очень уважаем Россию. Вьетнамцы любят Россию. С Димой мы посмотрим его район, где захотел бы пожить каждый из нас. Мы живем в том доме. Это барбекю зоны. Их на территории комплекса, наверное, раз, два, три, четыре. Четыре места. И он однозначно привлекает своей безопасностью. Минимум 10 миллионов. Это, наверное, минимум 400 долларов. Но это редкость. Наверное, можно считать от 500 и выше. Это все и даже больше вы увидите в ближайший час. А пока время поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо. И вас ждет все самое сочное и вкусное о Социалистической Республике Вьетнам. Пожалуй, начнем с города под названием Хо Ши Мин, который до сих пор часто называют Сайгоном. Вот даже многие надписи до сих пор именуются этим наименованием. Это бывшая столица Индокитая в конце 19-го и начало 20-го века. А потом в середине 19-го столица Южного Вьетнама. Назвали его по аналогии с Ленинградом. После смерти великих вождей. Правда, у нас с советами покончено, а во Вьетнаме все с этим хорошо. Сейчас Хо Ши Мин более походит на европейский городок. Особенно центр города и на это есть причины. В то время Индокитай немало наследил в Юго-Восточной Азии, а в частности в Сайгоне. Можно легко наткнуться на остатки французской архитектуры. Вот смотрите, даже есть свой Ноттердам де Сайгон, который полностью является французским. Поскольку все материалы были привезены прямиком из Франции. А в кадре красивейший оперный театр. А неподалеку за дядюшка Хо здание мэрии. Или по социалистическим здание народного комитета. Вот красиво и даже не скажешь, что ты в Азии. В общем, Франция здесь немало наследила. А это багет. Вызывается бан-ми. И тоже он связан с французской эпохой. Да, конечно же, потому что это багет. Ну, багет это традиционный французский хлеб. А багет, напичканный травами и всякими мясными, остался. И его любят и продают абсолютно везде. Очень хорошо прижился. И даже входит в десятку вкуснейших сэндвичей мира. Но та эпоха, связанная с Францией во Вьетнаме, была жестока. Париж эксплуатировал вьетнамские земли, притесняя местное население и вывозя все ценности. В результате чего развитие местной экономики было остановлено. Отсвобождение Вьетнама от колониальной зависимости было в значительном мере связано с деятельностью Хо Ши Мина. В 1945 году в стране произошла революция. И к власти пришел национальный комитет о освобождении Вьетнама. Спустя годы Франция, 8 лет пытаясь сохранить свою власть в регионе, развернула Индокитайскую войну. Но потерпела поражение и покинула Вьетнам. Но как мы видим, коммунисты не уничтожили памятники французской эпохи. И сейчас они являются некой достопримечательностью. 9-миллионный Сайгон – очень суетной мегаполис. Здесь происходит множество процессов, за которыми хочется с удивлением наблюдать. Важная информация. Вьетнамцы отлично справляются с равновесием. А между делом успевают насладиться вкуснейшим вьетнамским фобо. А на улицах, можно сказать, на дорогах постоянно что-то готовят. А это спортсмены решили продемонстрировать на весь парк свое мастерство. Мужчина тащит какую-то тележку с детьми на борту, похожую на небольшой домик. По ощущениям, в Хошиме немало бедных людей. И тем более попрошаек. По всем канонам, трафик в Сайгоне, как и во всем Вьетнаме, сумасшедший. Но я все понимаю, конечно. Им нет места на дороге, чтобы просто по ней ехать. Они просто крутят все по тротуару. И бывают такие моменты, что просто невозможно пройти. Меня поразила одна картина в самом центре города. Я вот даже не подозревал, что Хошимин это смесь Сингапура и Куала-Лампура. Но действительно, я побывал в этих двух странах, в Малайзии и в Сингапуре, и встречал подобную картину. Здесь прекрасные дороги, классная травка, классные тротуары. Да, конечно, здесь огромнейшее количество мопедов, мотоциклов, машин, пробок. Но опять же, не везде. Допустим, в центре, где я сейчас нахожусь, их фактически нет. КОНЕЦ Да, действительно, тут почти все идеально. И я не думал, что смогу такое встретить во Вьетнаме. Еще чуть дальше есть район, который имеет отсылки к моей любимой стране. Да, даже напоминает мне это Южный Китай, где-то в Гуанчжоу, либо в Шэньчжэне. Прям очень похоже, эти огромные помпезные здания. Я смотрю, Вьетнам активно стремится в будущем отказаться от дизеля и перейти на электричество. А вот на парковках стоят местного производства электрокары. Каждый раз, когда гуляешь по подобным районам, финансовым районам, кажется, что страна живет достаточно богато. Но на самом деле, как часто это бывает, ну, неправда. Эх, но азиаты знают, как делать классные парки для людей. Правда, в такую погоду хочется активно освежиться. Смотрите, чтобы мне сделать здесь проходку, мне приходится оставлять камеру вот там, то есть далеко. Есть, конечно, шанс, что камеру могут сфоровать. Но в целом, в парке, ну, не так много людей, так что все будет с ней нормально. Опасный Вьетнам. И порой мне не всегда нравятся такие районы, потому что в них будто бы нет души. Вот, а в стареньких районах там есть точно душа. Ну и, конечно же, за душой стоит идти в местные трущобы. Но я бы не хотел называть их так, поскольку здесь все более-менее. Но здесь гораздо приятнее находиться среди них. Высокие стены скрывают солнце, поэтому комфортно гулять. А эти трущобы находятся в самом центре. И я попросту свернул с главных улиц. Среди узких улочек можно понаблюдать за бытовухой вьетнамцев. И главное, не попасться на банду. И как обычно, у них буддийские подношения. Легко можно заметить популярный вид транспорта стариков. Тут даже камеры установлены, прям как в трущобах Китая. Но, когда находишься в этих трущобах, то ты чувствуешь себя максимально спокойно и максимально безопасно. Потому что здесь вас никто, скорее всего, не ограбит. Да, единственное, могут быть собачки, которые на вас гавкают. Но в основном они, конечно же, тявкают за какой-то решеткой. А так, спокойно, умиротворение. Кстати, ценник здесь на продукты и на прочие блюда гораздо дешевле, чем, допустим, буквально в 100 метрах в туристическом районе. Проходные здесь, но очень узкие. И, как вы заметили, дома тоже. И это одна из главных фишек Вьетнама. И обратите внимание с высоты на эти два дома. Скорее всего, они спроектированы для бизнеса. Вьетнамцы боятся налогов. У налоговой все просто. Чем больше ширина здания около дороги, чем выше налог. И чтобы заниматься своим бизнесом, вьетнамцам выгодно занять как можно больше пространства, выходящего именно к дороге. Дома строят высокие и длинные, но ширина не должна превышать более двух метров. И, как вы поняли, вьетнамцы живут в тесноте, да они в обиде. А так, с высоты выглядит район, который находится примерно в 20 минутах от центра. Атмосфер совсем другая. И многие вьетнамцы обращают на меня внимание. То есть, практически все смотрят, позираются, приветствуют. Ну, и, конечно же, это по-доброму все. И один вьетнамец любезно пригласил меня в хороший дом. И тут он мне поведал на вьетнамском несколько интересных фактов. Привет, меня зовут Хунг. Я живу во Вьетнаме и могу вам сказать, что сейчас жить здесь достаточно комфортно. Нам нравится наша жизнь. Еще мы очень уважаем Россию. Вьетнамцы любят Россию. Здесь, во Вьетнаме, все живут, как и везде. Это обычная жизнь. Не знаю, как ее описать. Наверное, так же живут люди и в любых других странах. Главное, что жизнь стабильная. И у каждого есть работа. У меня за спиной алтарь. Такой же вы увидите почти в каждом вьетнамском доме. Это домашний алтарь предков. Дело в том, что большинство семей здесь поклоняются своим предкам. Это еще называют предковедением. Я не знаю, можно ли это называть религией. Потому что, насколько мне известно, примерно 70% из них исповедуют буддизм. Стандартный рабочий день во Вьетнаме обычно начинается в 7 часов 30 минут утра. Заканчиваем работу в 6 часов вечера. На мой взгляд, очень удобный распорядок, так как вечер можно проводить с семьей. Потому что вьетнамцы очень дружелюбный народ, и мы любим проводить время с друзьями и с семьей. Мне кажется, что я могу смело утверждать, что наша жизнь гармонична. Мы всегда поддерживаем друг друга и помогаем друг другу, когда требуется. А это очень важно. У меня тоже есть работа. Я работаю в компании водителем. У меня такой же рабочий день, как и у всех в стране. Я приезжаю на работу в половине восьмого и ухожу домой в 6 вечера. На мой взгляд, жить во Вьетнаме комфортно. И с зарплатами все хорошо. В среднем люди получают в столице, в Хошимине, около 10 миллионов донгов. И этого достаточно для комфортной жизни. Некоторые получают 7 миллионов, а кто-то и 20-30. В целом зарплаты хватает на комфортную жизнь в городе. Поэтому многие переезжают из провинции в Хошимин на работу. Вот, ну, сейчас мы находимся вот конкретно в дворе, в котором я живу. Вот мы живем в том доме. Вот. Это самое кайфовое место, наверное, из всех. По нашему сугубо личному впечатлению. Вот здесь есть такая вот штука. Вот, посмотри в эту сторону. Это такой общий, как клаб-хаус. Там можно заниматься спортом. Там есть тренажерный зал, там есть теннисные столы, там есть библиотека. Там есть детская комната. Там есть кафе. Там есть какая-то рисовалка для детей, чтобы они там проводили время. С обратной стороны есть бассейн, только детский. Вот. Но детский бассейн очень крутой. То есть у нас Глеб там зависает целыми днями. Было бы классно, если бы еще был бесплатный бассейн для взрослых. Но его, к сожалению, нету. Его можно компенсировать спортивным центром, который находится в этом же парке. Он, конечно, платный, но там... Сколько денег стоит? От 500 до 1000 долларов стоит абонемент на год в спортивный комплекс, который включает бассейн, сауну, разные площадки для бадминтона, для большого тенниса, для футбола, для баскетбола. То есть там есть абсолютно все, что нужно тебе для спорта. И там в целом контингент людей, которые туда ходят, он достаточно высокий уровень. И там можно находить классные знакомства для себя. Потому что среднестатистический Вьетнамец не будет платить 1000 долларов вот так вот для того, чтобы ходить в спортивный центр. Они разные по уровню и по цене места в одном и том же комплексе. То есть, ну, это, наверное, средний вариант, да. Здесь вот есть минус того, что нету своего бассейна взрослого. Но и это же... Каждый находит в минусах пусы. Вот. Это стимулирует тебя идти покупать абонемент в спортивный центр и кайфово там проводить время. В общем, для Хошимина вот это место, это уникальное место, потому что... Ну, ты видел каменные джунгли везде и всюду. И где-то походить пешком. Ну, вот это большая проблема. Вот. А этот комплекс находится прямо в парке. Этот парк, это один из самых больших парков в Хошимине. Вот. Ну, я, по крайней мере, в большем парке, чем этот, не был. Мы, когда жили в другом месте в прошлом году, мы объездили практически все парки. И вот это топ оф зе топ. Поэтому вот тоже момент, когда ты приезжаешь сюда с семьей, и тебе нужно образование для ребенка, это такой нюанс. Ты платишь очень много денег за эту опцию. Вьетнам, ну, чем привлекателен, он однозначно привлекает своей безопасностью. То есть, несмотря на то, что, как бы, могут быть какие-то нюансы с туристами, когда кого-то хотят развести немного на деньги. Ну, как и везде, в туристических местах. Но в Хошимине, например, это не особо туристическое место. Если ты оставишь свой какой-нибудь велосипед детский, там, вот, ну, где-нибудь вот на территории комплекса, ты можешь вообще не париться, что он пропадет. Ничего себе. Вот. Там его охранники как-то заберут, напишут в чаты какие-то общие вот домов. И ты, у нас была история с беговелом. Вот мы на днях его потеряли, кто-то его, может быть, по ошибке взял, какой-то ребенок. Все, и через три дня у нас был обратный беговел. Много ли здесь иностранцев? Я бы не сказал. Вообще, в целом, в Хошимине иностранцев немного. Это не туристический город. И в любых местах, в которых бы мы ни жили, мы в целом такие, в тусовке вьетнамцев. Вот. Но здесь однозначно живут иностранцы. Все из них, которые здесь живут, это по факту учителя. Я вообще не встречаю там людей, которые занимаются здесь чем-то другим. То есть, в основном, если иностранец, то он работает учителем, либо как-то вот с этим связан. А ты кем работаешь? Ну, так же. Тичером. Тичером. А до этого у меня 10 лет. А сейчас, несмотря на то, что я во Вьетнаме 2 года, по большому счету, я смог наработать уже около 3000 часов опыта. Вот. В новой сфере. Если по меркам 10 тысяч опыта, когда ты становишься профессионалом, то я уже, наверное, на 30% профессионал. Вот. А ты работаешь легально? Да. Но так было не всегда. Это барбекю зоны. Их на территории комплекса, наверное, раз, два, три, четыре. Четыре места. Вот. Ты можешь их бесплатно забронировать просто за депозит. И там отмечать какие-то праздники, день рождения. Мы отмечали день рождения сына вот в такой беседке. Мы отмечали с друзьями Новый год в другой беседке. И ты еще можешь заказать сюда кейтеринг, тебе там все будут готовить, убирать за тобой. Либо можешь готовить сам на барбекю. Ну, опция прям тоже топовая. Они, наверное, ну, всегда в целом и в общем они заняты кем-то. Вот. Но заранее бронировать можно, и ты туда попадешь. Вот это центральная основная зона. И на ней проходят разные экшены и фесты. Все праздники, которые есть во Вьетнаме. Там, допустим, Тед Холидей. Здесь нереальная просто движуха, ярмарки. Я бы, может быть, тебе показал видео, как это выглядит во время праздника. Может быть, я даже тебе чего-то отправлю. Но ты просто даже не узнаешь это место, как оно выглядит, когда здесь такая вот движуха. Ну, вьетнамцы любят отмечать все праздники. С пятницы вечера прям очень сильно заметно, как все тусят. Все тусят, во всем городе тусят. Вот они любят отдыхать, и, как правило, в субботу-воскресенье никто не работает. А сколько стоит здесь квартира? Минимум 10 миллионов. Это, наверное, минимум 400 долларов, но это редкость. Наверное, можно считать от 500 и выше. 500, 600, 700, 800 долларов. Ну, плюс еще есть такие вещи, как менеджмент фи, то есть ты платишь за всякие разные штуки, которые сюда включены. Это в среднем, наверное, получается еще дополнительно до 100 долларов, не больше. 75-100 долларов в общей сложности. Наша квартира двухкомнатная, она по размерам, наверное, квадратов 65-70. Нам обходится 700 долларов. 700 долларов. Как ты планировал жилье? Ой, это большие-большие поиски с огромным количеством контактов и англоговорящих, и просто через переводчик с агентами, которые работают здесь. То есть вообще схема поиска жилья во Вьетнаме такая. Вот когда ты приезжаешь в любой комплекс, ты можешь найти охранника, такого синенького человечка. И ты подходишь и говоришь, я хочу снять квартиру в этом комплексе. И тебе буквально в течение двух минут либо дадут номер, либо твой номер передадут кому нужно, и тебе начнут звонить, писать. И ты уже в этот же день начнешь смотреть квартиры, и тебе будут рассказывать вот такая, такая, такая. Вот, поэтому, ну, схема тут такая. То есть проще всего поехать напрямую, вот своими там, ну, физически, не переписываться с кем-то в интернете, а прям приезжать туда, где ты хочешь жить, и искать конкретную квартиру в том месте, в комплексе, в здании, ну, и так далее. А ты залог платил здесь? Блин, больная тема залогов. Ты платишь даже не за месяц вперед. Минимум, как правило, два месяца залога плюс за один месяц. То есть для того, чтобы заехать в эту квартиру, тебе нужно заплатить 1200 долларов залога и 600 долларов наперед оплата за месяц. Вот. Ну, и депозиты просто, здесь все над депозитом. То есть ты еще не успел никто никакого тебе сервиса сделать, никакой услуги ты не получил, а ты уже должен заплатить вперед, и достаточно много. То есть это связано с образованием в том числе. То есть ты отдаешь ребенка в садик, и ты будешь платить минимум за 4 месяца вперед. 4, 6, 12 месяцев. Ну, там есть какая-то там скидочная система, небольшая, наверное, до 5, 7, 10 процентов, но все хотят деньги наперед. А можно ли здесь купить квартиру? Например, тебе? Можно купить, но не во всех объектах. То есть есть определенный паспорт, либо какая-то красная книга у некоторых застройщиков, которая позволяет иностранцам покупать жилье. Конкретно в этом комплексе, да, можно купить квартиру в этом комплексе. В разных местах по-разному, но, наверное, от 3 миллиардов донгов, а 3 миллиарда донгов, это где-то от 150 тысяч долларов. Вот, но есть квартиры здесь и по 400 тысяч долларов, и по 500 тысяч долларов, ну, такие. В целом, ну, недвижка здесь, в Хо Ши Мине, она не дешевая. Вот, и аренда тоже не дешевая. То есть есть жилье дешевое, но там, как бы, ты получишь совсем не то, что ты можешь получить здесь. Многие говорят, вот, когда, ну, типа, давай приезжай во Вьетнам, здесь все дешево, и жилье дешево. Ну, я с этим не согласен, у меня вообще другое мнение. Вот, а так же дешево, как и у нас, можно снять, допустим, ну, у нас же можно снять комнату за 100 долларов. Ну, так же и здесь можно снять комнату за 100 долларов, но где она будет, какая она будет, это уже второй вопрос. Вот, поэтому все, все относительно. Наверное, вот этот вот товарищ, это основная причина того, что мы живем именно в этом месте. Потому что, ну, ты видел, как бы, Вьетнам в целом какой, вот, особенно Хо Ши Мин. Вот, и как вот можно, там, гулять где-то. Ну, то есть здесь есть площадки, здесь есть место, пространство, воздух. Ну, и это очень важно, это супер важно. Поэтому, когда ты приезжаешь с семьей, вот, ты должен ориентироваться, наверное, на что-то примерно вот такое. Вот, и варианты, там, за 250, 300, 350 долларов, ну, маловероятно, что тебе подойдет. В общем, вывод понятен. В Хо Ши Мине не так сладко и дешево живется, как казалось. Но не нужно отрицать тот факт, что в городе множество классных мест. А Хо Ши Мин, как и многие азиатские города, оживает, конечно же, ночью. Сейчас за моей спиной относительно тихо, спокойно. Тут буквально в 200 метрах происходит, можно сказать, трэшак. Но этот, так называемый трэшак, мы посмотрим через пару минут. А в данную секунду поглядим на великолепный Хо Ши Мин с высоты. Поскольку ночью он выглядит иначе и играет новыми красками. Не, ну то, что этот город не утихает даже ночью, это понятно. Потому что сейчас здесь трафик просто какой-то бешеный. И, соответственно, погулять с комфортом не всегда удается. Но есть, конечно, огромные и классные места. А так очень нравится именно ночной Хо Ши Мин, поскольку движуха здесь тоже не прекращается примерно до полуночи. Внимание, опасный трюк, который может повторить не каждый. Да, и только что я это сделал. Я перешел вот этот путь. В целом, если выставить руку и не бояться, то вполне себе можно переходить так дорогу. А здесь вот можно наблюдать много наблюдающих, которые просто смотрят, как многие люди переходят эту дорогу. Это, мне кажется, такой некий аттракцион. Типичный азиатский город с типичными веселыми азиатами. Надо обязательно петь песни на всю площадь. А это та самая атмосфера трюшака, который обожает турист. В общем, если меня сейчас слышно, то я хочу сказать вам так. Я ненавижу такие улицы. Но если вы любите потусоваться, то, конечно, стоит сюда прийти. Это просто, как вот так, туристический совет. А так, если вы не любите, то лучше избегать, потому что людей здесь много, музыки много. И вряд ли вообще меня нормально здесь слышно. Но это только здесь, а за пределами тишина и умиротворение. Многие любят поспать именно на улице в гамаке. Вернее, вынуждены. А на следующее утро мне посчастливилось проехаться на популярном спальном вьетнамском автобусе. Что-то как-то странно. Вот я сижу и не понимаю, что за обман. На сайте был совсем другой автобус, а не это рухлят с дефектами. Неужели мне придется ехать много часов вот именно на этом? Некоторые бы сказали, что такой автобус для длительных поездок нормален. Так как в наших странах большинство басов именно такие. Оказывается, вот чем фишка. Из этого баса, который стрёмный, нас присадили в спальный бас. Точнее, сейчас пересадят. А я думаю, что придется уже где-то 4 часа ехать именно на таком раздроченном автобусе. Придется сейчас вам показать тогда, что там внутри. Для полной чистоты в салоне нам, пассажирам, предлагается убрать свою обувь в пакет. Дабы не пачкать великолепный ковер. Слушайте, ну первая проблема, это здесь слишком-слишком тесно. Просто вообще нереально тесно. То есть буквально поместится на полчеловека. Я прохожу прям с огромным трудом. Вы только посмотрите, как люди ютятся. Здесь реально слишком тесно и лишний раз не хочется вставать. Слушайте, оказывается, здесь еще я по центру сейчас лег. Ноги мои, как мы видим, упираются прямо. Можно сказать, в дисплей. Я бы не сказал, что это суперудобно. Но зато ты едешь лежа примерно 4 часа. В целом даже окей и интересно. Посмотрим, что будет дальше. От меня закрывается. Такая вот водичка. Водичка называется, не понимаю как. Стоит это примерно 800 рублей на русские деньги. Ну, либо 10 долларов. В принципе, недорого. И технологии здесь есть. Вот даже Wi-Fi. А это означает, что каждый пассажир может подключиться к сети, зайти на мой канал и подписаться. Ну и вы тоже это обязательно сделаете. Не помещаюсь. Примерно через час ноги начинают затекать. Особенно у туристов, поскольку ноги высокого роста. А вот вьетнамки и вьетнамцы относительно небольшие. Я вот какую мысль хочу вам сказать. Переезд из одного города в другой – это важная часть каждого путешествия. Поскольку это тоже в какой-то мере изучение страны. Вьетнам за окном красочен. И среди городов просматривается отличная дорога. И благоустройство. И даже некоторые дворцы. Ну вот мы и в Муйне. Будем изучать этот туристический, можно сказать, город. Кстати, да, здесь уже я вижу надписи на русском языке. Ну ладно, посмотрим, что здесь у нас интересного. Итак, Муйне. Ну совсем крошечный городишко. Нет. А вот оказывается, это не город, а целый квартал города Фонтьет. Который растянулся вдоль побережья Южного Китайского. Одновременно неизвестное и известное для определенного круга людей место во Вьетнаме. И да, конечно же популярно среди русскоязычных. И тут легко это понять. Да, я слышал, что здесь возможно много будет русскоязычных туристов. Но я не думал, что это будет настолько, что почти каждый магазин в турчийской части города будет русифицирован. Потому что надписи есть и на русском, и на корейском, и на разных языках. Конечно, я такого еще нигде не встречал. Даже в Таиланде. Вот вам Вова аптека. А если вдруг срочно нужен спорт, то всегда есть под боком свой спортмастер. А это магазинчик знаменитого актера. И при этом написано по-русски. Три языка в меню, ну точно не пропадете. Чай и кофе. Игрушки и сувениры, сумки и кошельки. В общем, как вы поняли, рай для русскоязычного туриста. Любопытно. Популярность Муйне пришла, когда ученые объявили Фонтьет лучшим местом для наблюдения солнечного затмения в конце 20 века. Нахлынувшие туристы и обнаружили большой туристический потенциал места. Благодаря сильному ветру побережье популярно у кайт и виндсерферов. А значит, идеально для бизнеса. И после Сайгона я даже в таком небольшом замешательстве, потому что я перехожу дорогу, огромную, можно сказать, дорогу. И здесь практически нет никакого трафика. Там ездят мопеды в очень малом количестве, машины вообще еще в меньшем количестве, автобусы с туристами. В общем, кайф. Вот в этом есть плюс Муйне, что здесь очень маленький трафик и довольно-таки спокойно. В отличие от большинства мест Вьетнама. Вот я хочу вам искренне признаться. Я ненавижу туристические районы. Просто ненавижу. В данном месте, где я сейчас нахожусь, где я и поселился, супер туристический район. Но сейчас минутка для тех, кто любит факты. Жилье здесь довольно-таки недорогое. Говорят, что можно снять неплохую студию за там 200 долларов в месяц, например. Либо снять отель здесь за 12 долларов. Наверняка еще есть какие-нибудь хостелы. С жильем здесь вообще нет проблем. Жилья муря. Ну, потому что туристический район, как бы без этого никуда. Но меня смутил еще один очень важный факт. Здесь отвратительная еда. Вот действительно, в туристическом районе, где бы я ни ел, а здесь я прожил примерно 3 дня. Везде невкусная еда. Что такое? Вот в Хошимине все вкусно. Все, что я не ел. Ну, там, может быть, исключения были. Ну, фобошка там просто великолепная. Здесь даже фобо нормально сделать не могут. Фобо традиционно. Я не знаю, почему. Может, они не любят туристов здесь. Либо туристы хавают все, что им дают. И для них это считается в целом окей, вкусно. Но когда ты пробуешь фобо, самый вкусный в своей жизни, ты потом будешь очень придирчив к этому супу, потому что тебе захочется есть такой вкусный постоянно. Море здесь довольно-таки чистое, ну и, конечно же, теплое, потому что сейчас 32 градуса. Вот, купаться можно, купаться классно. Да, конечно, бывает по периметру такого вот мусора различные, там, я не знаю, выброшенные рыбки полудохлые, дохлые прямо на берег. Вот, но это не страшно. Купаться можно, люди здесь купаются довольно-таки нормально. Да, конечно, бывают здесь такие сильные-сильные ветра. Да, мы видим здесь такую вот печальную картину. Заброшены такие мини-отельчики, здесь никто не живет. И в Муйне можно встретить такое часто. Потому что, ну, здесь довольно-таки пустые, на мой взгляд, отели. Прям во многих местах вообще никого нет, такое ощущение. Многие большие заведения тоже пустуют даже вечером. Возможно. И я допускаю, что сейчас не сезон. Но все-таки все здесь завязано на туризме. И местные зарабатывают в основном именно на туризме. Либо, не знаю, пашут в поле. Разве что растут какие-то пальмы, там, ананасы, я не знаю, манго и так далее. И то это все продается тоже туристам. И, конечно, втридорога. Конечно же, как же без этого? Видишь туриста, обязательно продай ему дороже. Так бесит это вообще жесть. В поле можно дороже, что такие вот визитки, валяющиеся на полу. Дима тут. Директор Дмитрий. Понятно, кто здесь все-таки преобладает и кто здесь живет. Конечно, русскоязычные. Здесь их много. Россия здесь буквально везде. И этот проспект, да, это, можно сказать, проспект, здесь стоят вдоль моря в основном всякие кафешки русскоязычные, корейские, вообще американские, вообще любые. Но мне, конечно же, здесь скучно. И нужно найти какую-нибудь жесть. А точнее, как именно люди здесь живут. А точнее, местные. Только местные. Там, где туристы в основном не бывают. Погнали, посмотрим. Буквально в пятидесяти минутах от туристического центра и вы в местном районе, где все привычно, включая дикий трафик. Отсутствие нормальных тортоваров и вкусные лакомства, которые явно вкуснее, в отличие от туристических мест. В этом райончике уже поживленнее, прямо в разы, я бы сказал. А в туристическом районе практически нет трафика. Вот здесь, как мы видим, очень много мопедов. И это, причем, будний день. И это примерно три часа дня. Здесь нет роскошных домов. Ну, хотя вот есть. Правда, не факт, что он заселен. Но зато есть небольшой колоритный рынок. КОНЕЦ А в этой же, не туристической части, местные живут одним очень важным делом. Да, красивые пейзажи с десятками лодок, которые ежедневно выходят в море, чтобы поймать десятки разных рыб. И это все сигнализирует нам о том, что это небольшая рыбацкая деревушка. Скорее всего, вы заметили десятки круглых небольших лодок, похожие на тазики. О них подробнее чуть позже, так как нас уговорил один мужичок на покатушке на этом самом тазике. Итак, этот мужик сейчас подвез эту лодку, и мы сейчас будем кататься вместе с ним по вот этим вот прекрасным-прекрасным пейзажам. Так вот, откуда они взялись с такой нестандартной формы? Эта традиционная лодка называется Тхунг Чай. Она в себя вмещает четыре человека. Правда, еле как, но вмещает. И тут снова виноваты французы, так как появление лодки часто связываются с временами французской колонизации. В это время колонизаторы решили ввести налог на лодки, и для этого составили точное описание судна. Длина кормы, нос, киль и прочее. А вьетнамцы-хитрецы быстро смекнули и создали лодку круглой формы. Когда сборщики налогов начали ходить по домам, то они не видели привычных нами лодок, а видели лишь большие плетеные корзины. Вот так описывают вьетнамцы. Традиционно она плетется из молодых бамбуковых прутьев, а затем просмаливается. Но сейчас все чаще встречаются пластиковые аналоги. Они легкие и дешевые, а еще заметные. Иногда их даже снабжают парусами или двигателями, чтобы уходить дальше от берега. Оценив новые суда, в действии вьетнамцы не захотели от них отказываться. Оказалось, что круглая лодка имеет максимальную поперечную устойчивость. Следовательно, не перевернется при шторме и больших прибойных волнах. Она плывет по волнам, а не преодолевает их. А значит, на ней можно ловить рыбу ближе к берегу, чем в обычной. Вот правда, чтобы держать равновесие, выполняя повороты, нужен опыт, и в ней не очень-то удобно. Но зато ты идешь прямо у этих лодочек. А сам пляж, выглядит удручающе, и купаться здесь уж точно не хочется. Хоть и люди здесь живут, и работают в плохих условиях, но зато всегда найдут время погорать караоке. Уже к закату это место становится еще удручающе, но зато по-своему красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, никакое путешествие по Вьетнаму не обходится без байка. Хоть у меня он такой слегка задроченный, но он стоит всего лишь 150 тысяч донгов. Это примерно 5-6 долларов. Да, и как я заполучил свой байк? А все просто. Я снял его в отеле, мне его просто принесли, я дал деньги, никакие права у меня не спрашивали. Хотя я категорически советую вам сделать где-нибудь права в Азии, потому что с этими правами, возможно, вы сможете ездить по всем местам Юго-Восточной Азии точно. И да, если у вас не будет прав, то, скорее всего, вас остановят и взимут какой-нибудь штраф. Но у меня такого пока что не было, и тем более я еще езжу в шлеме, а в шлеме это очень важно. Посмотрите, какой у меня элегантный, классный такой вьетнамский типичный шлем. И хочу сказать, что в Вьетнам без байка невозможен, потому что вы не посмотрите все красоты, которые у вас есть. Ну, конечно, если вы купите какую-нибудь экскурсию, ну, там будет не слишком интересно, но вот байк, с байком вы прочувствуете весь трафик, хоть и в Муйне его практически нет, и прочувствуете всю атмосферу этой прекрасной страны. Но на этой замечательной, можно сказать, дряхлой лошадке я хочу проехать по этому великолепному месту под названием Муйне, а точнее по его окрестностям. А по пути мне встретилось нечто необычное для этих краев. Сейчас мы летим над красными песчаными барханами. Вот я бы никогда не подумал, что моя птичка будет летать во Вьетнаме над дюнами. Судя по природе в окрестностях, то они здесь появились естественным путем, ведь они даже засыпают иногда дорогу. В общем, тут стоит только наслаждаться. Ну и туристам тоже, которые не прочь покататься по песку, как со снежной горки. Субтитры подогнал «Симон» Я посетил 31 страну, и впервые я вижу такие пески. Вот я уже 4 часа иду по этой пустыне, не вижу ни единого места, где можно пить водички, скушать кокос и так далее. Ну вот, я нашел. Смотрите, здесь какое-то бунгало. Дело в том, что на самом деле здесь небольшая такая пустыня. Такое ощущение, как будто все сделано для туристов. Ну, конечно, вряд ли для туристов, но здесь сейчас вообще никого нет. Сильно ветрено, но виды здесь потрясающие. И фоток можно сделать очень классные. Ну, а место, не знаю, может быть, 3 на 3 километра всего лишь. И это прям максимум. Но очень круто. И я ожидал, что в Виндании будет вот именно такое. Вы не поверите, но это еще не все. Ведь дальше ждут виды еще эпичней. Но к ним приходится ехать по всем непривычным по атмосфере местам. Эти места мне напоминают Штаты. Взгляните, здесь даже пески лезут через край. Не, ну, хорошо. Пустыня пустыня, да? В Вьетнаме есть такие места, где есть пустыня. Но это не одно место. Потому что я приехал, мне кажется, на самую большую пустыню. Вообще, я не знаю. Наверное, мы в Вьетнаме. И теперь это не красные пески, а белые пески. Представляете? Просто охренеть, как здесь. Безумно красиво. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Не, ну фильм Дюна, я думаю, стоит упомянуть, потому что это гениальнейший фильм Есть ощущение, будто ты находишься в Дюне Но хотя, когда я был возле Красных Песков, там больше Там реально похоже на Иорданию Кстати, да, Дюна 2 снимали именно в Иордании Дюна 2 И вспомним вступительные фразы Дюна – это песчаный холм, который появляется под воздействием ветра Дюны могут принимать совершенно разные формы Они образуются путем ветра Они сдувают отдельные песчинки в насыпи, которые растут за счет притока новых песчинок Дюны могут перемещаться Например, маленькие дюны могут двигаться на 100 метров в год А их высота может достигать 300 метров А длина – 300 километров Ученые до сих пор до конца не понимают, как формируются такие дюны И что позволяет им оставаться стабильными на протяжении больших промежутков времени Создаётся впечатление, что эти дюны создал человек Чтобы катать туристов с высоченной скоростью по барханам Но как видно, животные тут любят прогуливаться А вернее верблюды Субтитры подогнал «Симон» Вот Муйне, а конкретно Вьетнам, открылся для меня с другой стороны Да, я признаюсь, что я уже был в этой стране Я был только в Ханое И там, мягко говоря, но так себе не каждый турист сможет там нормально как-то себя чувствовать Но вот в Муйне, в Хо Ши Мине более-менее И вообще-то эти пески, которые мы увидели с вами красные, белые Они просто невероятные, они замечательные Я даже не мог предозревать, что во Вьетнаме будет такое Но самое главное, это, конечно же Ну, однозначно, кошка Фобол